С нами вместе в студии наш корреспондент Никита Иншаков. Сегодня с обзором современных профессий. Здравствуй, Никита. Доброе утро. Что же за современные такие профессии? Я смотрю на эти цифры и диву даюсь. Оказывается, неплохие деньги. Да, кстати говоря, много профессий, которые удивляют меня своей зарплатой, но я вам скажу, не все так радужно. Это сначала вот смотришь на цифры, но зная объем работы, которую нужно делать, и требования, и обязанности, понимая, что даже этой цифры маловато для того, что просят работодатели на разных сайтах. Ну да, также вот и курьеры в разных доставках, которые особенно на велосипедах передвигаются по городу, они говорят, да можно 100, 120, 150 тысяч в месяц зарабатывать, но только ездить надо будет круглосуточно, об этом они не говорят. Кстати, будет одна из профессий, которая называется курьер, но чуть попозже о ней расскажем. Ну вот, начнем с того, что есть одна профессия, которая появилась совсем недавно, это сценарист коротких видеороликов, ВК-клипы, рилсы, шортсы, все, что мы знаем, и смотрим короткие видео в эпоху клипового мышления, когда нам нужно быстро все перелистывать. Ну и что? Есть такая профессия, да, от 50 до 100 тысяч рублей. Давайте поговорим о требованиях. То, что пишет работодатель, у меня очень много претензий здесь, но все равно. Требования. Опыт работы от трех месяцев, допустим, умение анализировать работы сторонних исполнителей. Я такой отличный креатор, наверное, раз он просто пытается что-то своровать, наверное, не знаю. И креативное мышление, но здесь еще пишут мышление на 1 миллион просмотров. Это какое-то новое мышление для меня, поэтому это было для меня немножко странно. Но и обязанности, еще одна мне понравилась, которую писал работодатель конкретный, писать сценарии по трем направлениям, где 3% коротких видеороликов будут залетать в рекомендации. И я такой, 3% если берем от 100, это 3 видеоролика из 100, это очень маленький процент вообще любого залетающего видеоролика. А указывает ли там работодатель, что это за сфера деятельности? Ну потому что, например, если я занимался до этого магазинами по продаже верхней одежды, я знаю, как это делать. А если там он производит станки или какое-нибудь тяжелое оборудование, как тут быть? Ну, скажу по опыту. Я как-то писал короткие видеоролики юмористического формата. И скажу так, 50-100 тысяч рублей это мало для этой работы. И здесь обязанности стоит полностью креаторствовать, и нужно написать, придумать, раскадровку все прописать и так далее. Влюбиться в товар самому в первую очередь, да? Вот именно, да. То есть это очень большой объем работы. И один короткий видеоролик может стоить от 5 до 10 тысяч рублей. И это только авторство, не учитывая съемку оператора и так далее и тому подобное. Поэтому это маленькая цена еще для того, что предложено. Может быть, это какой-нибудь начинающий. Ну, возможно. Подбирает себе. Ну, идем дальше. Вот теперь интересно, что это вакансия с самой большой зарплатой, которую я видел по тому, что поискал на разных сервисах. Что это такое? Водитель, курьер. Как это странно бы не звучало, но посмотрите на зарплату до 191 тысячи рублей. Сейчас в эпоху, когда никто не хочет что-то хранить на складах, все хотят сразу... Пришел товар, отправили быстренько все это перевозить. Поэтому эта профессия стала намного популярнее. По статистике на 48% даже она увеличилась, спрос увеличился. Да. Ну, что здесь нужно? Здесь, в принципе, все понятно. Забирать заказы в магазинах и доставлять их покупателям. Созваниваться с клиентами, чтобы уточнить время доставки. Тут две категории обязанностей. То, что нужно для курьера доставки. Ну и, наверное, там автомобиль, да? Да, да, да. Нужен свой автомобиль. И обязательное условие для всех курьеров – это смартфон либо планшет с системой Android. Везде одно и то же пишут. Не знаю, что там с системой iOS, конечно, случилось. Но для андроидов здесь двери открыты. Ну, вот для курьеров основная сложность, во-первых, ну, две, как я вижу. Это, во-первых, состыковать график с человеком, чтобы он был дома или найти его где-то по городу, да? И второе – парковка. Парковка. Если ты несешь в офис или в квартиру кому-то что-то, какую-то посылку, тебе надо припарковаться, чтобы тебя не ругали жильцы и не эвакуировали. Да, ну и сделать это желательно поближе, да, к точке, чтобы не нести всю эту тяжесть на своих плечах. Да, там же надо на время все, быстро-быстро. Хорошо, что еще, как будто по опыту рассказали. Ну, я видел их просто в злые грустные глаза. Ну, есть еще профессии, которые действительно, возможно, даже хорошо развиваются сейчас. Это менеджер маркетплейсов, да? Сейчас мы все сидим в них, на сайтах что-то заказываем, одежду, какие-то интересные вещи с разных маркетплейсов. И вот появилась профессия менеджер маркетплейсов, причем с зарплатой от 50 до 150 тысяч рублей. Что здесь нужно делать? Это полное ведение товаров, выставление на маркетплейсах, продажи, составление фотокарточек. Все, что мы видим, это делают специальные люди, обученные, фотографируют. Обработка фотографий также входит в эту стоимость. Мониторинг продаж, стратегии формирования. Грубо говоря, это все, что связано с продажами. И требования здесь, конечно, интересны. Они, как будто все иногда работодатели, берут одни и те же требования и друг друга копируют, не выбирая что-то свое. Потому что здесь умение писать продающие тексты, знать основы анализа, внимательность, ответственность, креативный подход к решению задач, стремление работать и зарабатывать. Вот это стремление работать и зарабатывать, я уже к вам пришел. Это недостаточно, как будто стремление вообще. И вот такой как раз менеджер маркетплейсов должен обладать рядом как раз этих требований. Запомнили. Да. Ну что, идем дальше. Здесь появилась такая профессия. Маркетолог-таргетолог. Всю рекламу, которую мы видим, это делают таргетологи. Они отслеживают... Мне кажется, маркетолога зарифмовали просто. Даже маркетолог, таргетолог... Сейчас уже все профессии в ритме чисто двигаются. Таролог еще должен быть явлен. Да, да, да. И астролог, и астролог. Интересная профессия бы получилась. Маркетолог-астролог. Да, умение предугадывать все, что ты хочешь. Ну и что это такое? Всю рекламу, которую мы видим, естественно, делают таргетологи. Что они делают? Берут, составляют специальные списки по интересам, какой товар они хотят продавать и кому. Здесь самое важное, таргетологу, чтобы выбрать нужную аудиторию. Чтобы, если я, например, хочу купить какой-нибудь самокат, именно я ввел самокат, и потом вся реклама мне вот так вот летит во всех сервисах. Здесь нужно работать с разными площадками. А ты уже сказал слово «самокат», сейчас полетит. Да, мне уже, знаешь, сколько прилетает, еще за вчера, мне уже работы сколько прилетело. Вот, и опыт работы с Авито, ВКонтакте, Яндекс.Метрика, Гугл и так далее и тому подобное. Все эти сервисы отвечают за рекламу. Причем здесь особо какого-то, ну, суперпрофильного образования-то не надо. Вы можете там сами разобраться в этой сфере, да, и начать работать. Но очень много тонкостей. Я как-то пробовал настраивать рекламу, и скажу так, очень много разных тонкостей, которые нужно знать, нужно знать аудиторию и так далее. Я к тому, что в университет ты не поступишь на таргетолога. Естественно. То есть здесь цена, зарплата в три раза меньше, нежели менеджер маркетплейсов. И еще здесь есть такая пометка, что более трех лет опыт должен быть. Ну, то есть, понимаете, вот удивительно вообще, удивительно, что пойти таргетологом, таргетологом, ты должен где-то три года отработать. То есть ты не пойдешь детали высокоточные делать, да, а ты просто пойдешь таргетологом. У тебя должен быть опыт три года. Ну, что это такое-то? А вот. Давай, друзьям что-нибудь там про таргети. Да, да, да. Мне еще очень выбесило вот этой конкретно вакансии, когда я прочитываю, потому что таргетолог, понятно, это настройка рекламы. Но здесь еще и в требованиях для как раз кандидатов было написано наполнять контентом сайт, соцсети, сторонние тематические ресурсы, создавать продающий текст. Это вообще делает другой человек под названием SMM-менеджер. Вот. Это он должен заниматься. И вот когда работодатели берут и суют все-все-все и в одного человека. В одну голову, да. Да, и такие, ну, это где-то 60 тысяч. Ну, это странно вообще. Ну, да, да. 60 тысяч это... Графический дизайнер. Тот, кто работает с компьютером. Все верно. Все, что мы видим, анимированное, дизайн и так далее, тому подобное. Все, что мы... О, видал? Да, да, кстати говоря, это тоже графический дизайн. Это нужно уметь делать. И вот как раз спрос на них вырос почти в два раза в последнее время. Естественно, контента много, нужно что-то делать. Да, его надо как-то обрабатывать, чтобы он красивый был, чтобы глаз радовался и бросался у покупателя в том числе. Да, здесь зарплата вообще варьируется от 80 тысяч. И это действительно факт. У меня даже много друзей, графические дизайнеры. И там вообще зарплаты бывают очень разные, в зависимости от проекта. Да, но тут есть еще и такой плюс, что вот в этой должности, например, можно существовать в домашних условиях. Правда же? Выполняя задания и рекомендации, значит, каких-то там работодателей, тех, кто дают тебе работу. Хорошо. Что здесь нужно делать? Разрабатывать дизайн, концепции, анимации и так далее, и тому подобное. Все, что мы видим на баннерах, экранах, в телевизорах и так далее, и тому подобное. Красоту делать. Да, это главная задача графического дизайнера. Ну и еще одна профессия. Это конец. А, ну хорошо, еще одна профессия будет следующая. Есть еще пара профессий, о которых говорить мы не будем. Ну это самые такие, знаете, необычные, действительно современные профессии. Мы не говорим о прикладных, да, каких-то других, их великое множество. А вот найти хорошего специалиста в этой сфере довольно-таки непросто. Ну мы нашли. Спасибо, Никита.